На двоих общий стаж занятий воркаутом у Андрея и Егора составляет порядка пяти лет. Заниматься на турниках их позвали друзья. И теперь спорт на свежем воздухе они ни за что не променяют на душный тренажерный зал. Занимаюсь только лишь на улице и только лишь на турниках и брусьях. И считаю, что это самое такое основное, где можно, где работают все мышцы. То есть подтягиваешься, работают все мышцы. Отжимаешься, работает пресс, тоже все мышцы. Приседать, бегать. Ну только для улицы, лета вообще ничего мне не нужно. Лишь бы было желание. Учишься чему-то новому, какие-то достижения для себя обретаешь, участвуешь в соревнованиях. Просто много хороших друзей обретаешь при этом. Воркаут стал одним из многих направлений ежегодного фестиваля «Экстриму да, экстремизму нет». Организаторы Управления физической культуры считают демонстрацию спортивных и творческих достижений молодежи лучшей профилактикой экстремизма. Вообще мероприятие состояло из двух частей. Первая – это был круглый стол в Музее военной техники, где собрались именно руководители различных структур, которые занимаются профилактикой экстремизма. И в том числе и борьбы с экстремизмом. А дальше вот уже вторая часть на этой замечательной площадке экстремальных видов спорта. Кроме представителей спортивных направлений и андеграунда из Верхней Пышмы, на праздник приехали талантливые ребята из Ревды. Команда под названием «Финтифлип» продемонстрировала свои достижения в уличной акробатике. Как можно больше таких мероприятий хотелось бы чаще, чтобы проходили не только в Пышме, а и в других городах, даже в нашей Ревде, в Екатеринбурге, чтобы можно было ездить, участвовать. Еще одними представителями Ревды на фестивале стали беймиксеры. На горках и трамплинах для экстремальных видов спорта они пытались показать максимум из возможных элементов. Мероприятия такие важны, потому что молодежь, смотря на тех, кто катается, будет хотеть так же кататься, развиваться. Может, кто-то найдет себя в этом. Мы приехали сюда, чтобы посмотреть, как это все проходит на первый раз. Получили приглашение, приехали, в общем, всем довольны. Выполнением сложных трюков на велосипеде ребята занимаются порядка 10 лет. И их не останавливает даже последствия серьезных падений. Экстрим у них в крови. Взрыв передней крестообразной связки удалили менизг. Полгода ходил на костылях. После этого не хотел завязать? Хотел завязать, выставил велосипед на продажу, но никто не купил. Кроме беймиксеров, свое мастерство на площадке демонстрировали скейтеры, роллеры и другие представители субкультур. Каждый участник фестиваля был награжден сертификатом и аплодисментами восхищенных зрителей. К сожалению, сегодня об экстремизме говорят все средства массовой информации. Организаторы данного мероприятия предлагают современной молодежи направить свою энергию в нужное русло и заняться спортом. Мария Лукьянова, Ради Горшков, Верхняя Пышва, Новости, 7 ТВ.